Здарова, ребятки! В нашей матушке России в последние пару лет приняли столько новых законов, что и сосчитает страшно. И знаете что? Очень много из них меня весьма напрягают. Решил купить пивка после десяти. Хуй себе! Он окой! Репостнул неправильный ММА с ВК. Добро пожаловать в тюрячку! Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! Оскорбил чувство какой-нибудь глубоко верующей бабки? Виновен! Решение обжалованию не подлежит! Ну да ладно, это вроде не так страшно. Не репость всякую хрень в соцсетях, не лови покемонов в церквях, не бухай после десяти. Да и вообще не бухай. Вредно это. И все будет у тебя вроде как хорошо. А вот повышение пенсионного возраста это не есть хорошо. У меня есть теория, что кого-то там наверху очень сильно чморили в школе. И вот теперь он вырос, стал законотворцем и решил жестоко отомстить всем обидчикам. И знаете что, дружочки? Предлагаю немного отвлечь от всего того траура, что творится у нас и послушать про интересные законы, которые есть в других странах. Только сразу предупреждаю, не надейтесь на стопроцентную достоверность. Хотите железобетонных подтвержденных фактов, дуйте к профессиональным журналистам. А у меня тут своя атмосфера. Ааа, непроверенные факты, тупой юмор и кривой монтаж. Подписывайтесь на старину матвича. Охренительная реклама получилась, господа. Итак, пройдемся по глупым законам мира. В Италии женщины, которые носят имя Мария, не имеют права заниматься проституцией. Вот что касается меня, лично я, я являюсь сторонником полной легализации проституции. Нет, нет, я сам не хочу ходить к проституткам. Просто мне кажется, что вот, ну немножечко бессмысленно запрещать древнейшую профессию в мире. Она была, есть и будет вне зависимости от запретов и разрешений. Не лучше ли ее легализовать, взять под контроль государство, чтобы те женщины, которые действительно хотят вот этим заниматься, спокойно этим занимались, платили налоги, проверялись у врачей периодически. И не были бы вне закона. И те мужчины, у которых проблемы с женщинами, могли бы спокойненько их за бабки решить. А то от недотраха и маньяком можно стать. Вообще, проституция в Италии формально под запретом. Сажают только сутенеров и организаторов публичных домов. То есть в частном порядке, вот если женщина добровольно сама этого хочет, она может вполне себе заняться проституцией. Только если ее зовут не Мария. Вот ведь ирония. Одноклассница, в которую я был влюблен в старших классах, носила это гордое имя. Мария. Кто еще проституткой оказалась? Hello darkness, my old friend. А дальше у нас идет США. Вы знаете, пиндосы прямо-таки рекордсмены по части глупых странных законов. Я прямо вот чувствую себя задорным вам. Ну тупые. В Лос-Анджелесе, например, запрещено облизывать лягушек. В душе не ебу, зачем их там кто-то облизывает и почему это запрещено? Как по мне, так пусть лижут, что хотят. Можно только посочувствовать жителям Лос-Анджелеса. И посоветовать тем, кто хочет облизать какое-либо животное, чтобы это было абсолютно законно, отправиться в Африку. Уж там с облизыванием полный порядок. Какой же, блять, пиздец. Кстати, я расскажу, кто этот африканский мальчик и почему он ныряет коровью в пилотку, если ты поставишь лайк вот под этим видосом. Специально для тебя сниму. Подпишись, чтобы не пропустить. Во Флориде домохозяйкам запрещается разбивать более трех тарелок в день и отбивать края у более чем четырех кружек или блю... 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 Блюдец. Здесь должен был бы быть охуенный скетч про то, что тетка разбила тарелку, у нее загорелись звездочки, как в ГТА приехали менты и завалили его. Но мне ленно, поэтому воспользуйтесь воображением. В Кентукке женщине в купальном костюме запрещено ходить вдоль шоссе. Исключение составляет, если ее сопровождают по крайней мере двое полицейских или она вооружена палкой. Странный закон. Ну, понятно, что это сделано типа для безопасности женщин, чтобы к ним не приставали, глядя на их соблазнительные тела в купальниках. Но тогда у меня возникает парочка вопросов. В Кентукке такие слабые полицейские или такие сильные женщины? То есть, если у тебя есть палка, твоя сила равна силе двух полицейских. Какого размера должна быть эта палка? Какой формы? А если эта бабца в купальнике вооружена, например, револьвером? Она нарушает закон? Палки-то у нее нет. Ох уж эти пиндосы. Ну тупые. Мы живем в очень страшное время. Вот вы только представьте, в мире сейчас столько ядерного оружия, что по прихоти там парочки политиков наша планета просто может перестать существовать. Причем ядерных ракет хватит, чтобы уничтожить все живое на земле несколько раз. Страшно? Да просто обосраться можно. Но выход есть, ребятки. В мире есть место, где полностью безопасно. И это не какой-то там бункер глубоко под землей. Бункеры для лохов. Самое защищенное от ядерной угрозы место в мире это город Чика, который находится в Калифорнии. Там есть закон, который предписывает человеку, взорвавшему в черте города ядерное устройство, уплатить штраф. Да-да, целых пятьсот баксов. Кто-нибудь срочно скажите Ким Чен Ыну, что если он все-таки захочет ебнуть по Америке, пусть не стреляет по городу Чика. Пятьсот баксов такими лишние, да? Если тайская женщина разместит в соцсетях фото со своей грудью, даже частично обнаженной, ей грозит довольно большой штраф. Ходит слух, что за это можно даже присесть тюрячку на пять лет. Но это не точно. И знаете что? Это просто охренительный закон. Штраф пять тысяч деревянных за сиськи в инстаграме надо ввести у нас в России просто вот обязательно. Слушайте мой план. Вводим штраф в пять кусков за одну фотку сисек в инстаграме. Собираем с инсташкур акулярт рублей и отдаем эти деньги пенсионерам. И все, у нас будут самые богатые пенсионеры в мире. Бабла будет столько, что пенсионный возраст придется понижать, а не повышать. Ну все, пора заканчивать видосик. Вообще для первого раза самое то будет. Хочется надеяться, что когда-нибудь все у нас будет хорошо. И законы у нас когда-нибудь будут более адекватны и дружелюбны что ли. Да не, бред какой-то. Пока.